Владислав, добрый день. Владислав, скажи, пожалуйста, кем ты был до того, как стал заниматься сетевым бизнесом? Я сам в Забайкале, из небольшого городка Краснокаменск, шахтерский городок небольшой уютный. Семь лет я начал заниматься спортом, футболом. Я дал этому виду спорта чуть больше 20 лет, 11 из которых профессионально играл в Читинском автоматике. По завершению карьеры футболиста уехал на свою новую родину Краснокаменск и уже там занимался бизнесом грузоперевозки. Что подвигло тебя принять решение, чтобы заняться сетевым бизнесом? Получается, большую часть своей жизни я был в команде. Сетевой бизнес как раз таки это командное спорта, если так можно выразить. Изначально я об этом о компании узнал и стал клиентом в том году. Затем мне предложили съездить, был семинар на Байкале в том году, в мае. Я съездил, посмотрел, послушал, мне это все понравилось и по приезду уже из семинара в июне решил, что буду заниматься этим бизнесом. Вот получается, чуть больше года я в замечательной команде компании Life is Wood. Скажи, а не жалеешь, что ты принял такое решение заняться сетевым бизнесом? Никогда не жалею. Если все, что я чем занимался, спортом или бизнес, это все мне нравилось. То есть, все, что я делаю, я люблю. Иначе бы я сюда не пришел. А вот такой интересный вопрос. За один год твоей карьеры, я так понял, это первый опыт в МЛМ. За один год твоей карьеры какой максимальный гонорар был в месяц? Вот сегодня, в субботу, открыл страничку свою, за неделю пришло чуть больше, 2,950, кажется, евро. 3000 евро в неделю. Это прекрасный результат за один год. 3000 в неделю, это очень хорошо. А скажи, это как-то сопоставимо с твоим основным бизнесом? Так получилось, что в том году я продал свой автомобильный бизнес, мы переехали живой в Читу и буквально через какое-то время в мою жизнь, вошла компания Life is Group. То есть, сейчас это просто основной бизнес? Да. И где ты зарабатывал больше, в том бизнесе, в автомобильном или в сетевом? Там огромные вложения. То есть, изначально… Чистыми? Я думаю, что здесь нет той нервотрепки, которая там была в бизнесе. Это сопряжена масса моментов. Здесь такого нет. И, конечно, надо работать. И в этом бизнесе это огромный труд. Прежде всего, это связано с тем, что нужно самому учиться. Постоянно быть, так сказать, в теме. Да. То, что мне очень нравится. Потому что, будучи вот в бизнесе 10 лет, как я занимался техникой в Краснокаймерске, проработал, как такового развития личностного не было. Поэтому мне то, что здесь я вижу, то, где я участвую, мне это очень по душе. Мне нравится. А что еще ты получаешь от сетевого бизнеса? Во-первых, это общение. Это новые люди. Мне это очень нравится. Поездки, драйв. Не знаю. Все нравится здесь. Абсолютно все. А скажи, бывали у тебя в карьере такие моменты, когда у тебя что-то не получалось, когда руки опускались? Ну, конечно. То, что не получалось, были, чтобы руки опускать. Нет, конечно. Потому что, в любом случае, я понимаю и спорту, что бывают и победы, бывают и поражения. Ничего страшного. То есть, встал, отряхнулся, дальше пошел. А как ты себя мотивируешь? Что тебе помогает справляться с этими трудностями и вот с этими депрессиями? Не скажу, что депрессии. Я давно уже для тебя усвоил, что если что-то трудно, это как раз-таки тот барьер, который, если ты преодолеваешь, то учишься на этом и становишься сильнее. Это опыт. Как твоя семья, как твоя жена отреагировала на то, что ты стал заниматься сетевым бизнесом и у тебя появились какие-то командировки, поездки? Положительно. Во многом я здесь ощутился, это как раз благодаря своей жене Ане. То есть, это она и, в принципе, сказала, съезди, посмотри, послушай на Байкал, на семинар. Я больше скажу, у меня супруга, она сейчас декретом, совсем недавно, буквально месяц назад, закрыла третий уровень здесь. А у вас семейный подряд? Да, она решила тоже строить бизнес и закрыла третий уровень. А как твои друзья, твои коллеги по прошлой работе отреагировали, твои окружения отреагировали на то, что ты стал заниматься сетевым бизнесом? Абсолютно ровно. То есть, они знают, что если я что-то делаю, занимаюсь, мне это нравится. То есть, никаких не было взглядов, ни упреков. Я больше скажу, если они не в этом бизнесе, то они как клиенты пришли. То есть, они понимают, что... Владислав, ты очень успешный. Ты сделал очень красивую карьеру. По твоему мнению, какие основные качества должны быть у лидера? На мой взгляд, это коммуникабельность, коммуникация с людьми. То есть, нужно слышать, слушать, понимать людей, относиться с добротой ко всему, что происходит. Люди это чувствуют, видят и хотят, допустим, быть рядом с тобой, ближе или заниматься тем делом, которым ты занимаешься. Какая твоя цель или, может быть, даже мечта, чтобы ее реализовать именно в этом бизнесе? У меня их, на самом деле, целей немало. Я записываю их. У меня есть такой альбом, у моей жены есть, альбом мечты. Я периодически его пополняю. И благодаря вот именно этому бизнесу уже некоторые из них сбылись. Поэтому я благодарен компании, благодарен вам, Роман Викторович, за такую возможность. Спасибо вам. Спасибо огромное за то, что поделился своими секретами успеха. Желаю здоровья, желаю процветания семье и быстрейшего достижения новых целей. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!